Сама идея к велиководствам пришла в 2010 году. Я до этого был официальным представителем компании «Вродон» по Ростову и Ростовской области. И занимался именно продвижением и созданием сбыта для индейки. В то время очень популярная продукция была. Но на определенный момент мы уперлись в потолок и поняли, что для того, чтобы продолжать создавать образ фермерской продукции, нужно повышение ассортимента, ассортиментного ряда, который у нас на прилавках представлен. И изучив просто потребительский рынок, посмотрев, что является дефицитным продуктом, решили, что все-таки продукция из мяса кролика, наверное, будет самая близкая по культуре потребления и самой с точки зрения доступности мне, как фермеру, для того, чтобы начать это дело. И вот в 2011 году мы построили первый экспериментальный комплекс, корпус, который находился у нас в морском чулеге. На нем полностью мы испытали технологию от домашнего выращивания до профессионального содержания кроликов. На нем откатали технологию искусственного семенения, сохранения поголовья после родов, ну и всего-всего-всего. И уже тогда, когда мы достигли определенных объемов производства, когда уже вышли за пределы, так сказать, местных рынков, и когда стал острый вопрос и необходимость дальнейшего сбыта, но уже через какую-то крупную торговую федеральную сеть, мы столкнулись с тем, что нужно обязательно пройти определенный процесс сертификации и всего остального. И тогда мы поняли, что одним фермерским корпусом мы не обойдемся, то есть нам нужно строительство бойни. И когда изучив законодательство Российской Федерации, мы поняли, что сами мы его построить, тех условий, в которых находится корпус, мы не можем, начали подыскивать какое-то готовое решение для приобретения, чтобы соблюсти все терминальные законодательства, все полностью. Обратились в управление сельскохозяйственного нашего района, мне предложили продающуюся на тот момент ферму, в которой содержались свиньи. Она как раз была со статусом и имела на своей территории убойный пункт. Это было интересно. И в тот же год стартовала программа, первый как раз был стартап, программа по помощи начинающим фермерам и семейно-животноводческим фермам. Я поучаствовал, выиграл этот грант первый. И этот грант как раз-таки помог мне приобретение этой территории. То есть вся сумма гранта ушла на приобретение земли и корпусов, которые были мне интересны. Второй раз я воспользовался программой, это в 2019 году, но уже не как начинающий фермер, а как семейно-животноводческая ферма. И третий раз воспользовался программой помощи, грантовой поддержки семейно-животноводческой фермы уже в 2022 году. Но если мы тогда были как слепые котята, как утята, которые остались без мамы на сетке, тыкались во все там и сами натаптывали дорожку по освоению, то в этом году приятно были удивлены новшествами, которые вот сейчас появились, это центр компетенции, который помогает полностью, то есть сопровождает от момента сбора документов до получения гранта, оценки документов, подсчета баллов, то есть какие у тебя есть шансы. И впоследствии тоже оказывает такую значительную поддержку. Вот сейчас возникла ситуация с проблемой со сбытом, то есть подключились полноценно, помогли со зоном нам завязаться. Сейчас помогают нам с одной из торговых сетей наших решить там, как мы будем с ними взаимовыгодно сотрудничать. В итоге я за все это время получил три гранта от Минсельхоза начинающей и две семейно-животноводческие. Дальше был путь после того, как мы приобрели землю. Была очень тяжелая проведена и объемная работа по реконструкции первого корпуса, по внедрению технологий, по образу итальянской и сейчас же французской технологии, интенсивного содержания кроликов. Был запуск, было сложно очень, были проблемы с завозом, но мы все это преодолели. 2014 год, как раз таки, когда начались у нас разногласия с соседним нашим государством, а путь транспортировки лежал как раз через территорию Украины, транспортировки живых кроликов. И мы столкнулись с той проблемой, что надо было менять маршрут. И тогда активизировался очень с юридической точки зрения таможенный союз. И если раньше можно было завести по внутренним документам Евросоюза кроликов, то встал острый вопрос, что должны были согласовать и европейские наши агенты, контрагенты, которые на поставки делали, они должны были принять ту форму документа, которую затребовал наш таможенный союз. Вот мы очень, наверное, полгода занимались согласованием, передавали им документы, они вносили исправление, потом возвращали нам. В общем, мы согласовали в итоге этот документ таможенного союза, по которому мы можем ввести кроликов, по которому у нас не будет проблем внутри здесь России. После того, как мы все это согласовали, у нас стал вопрос с транспортировкой. Наши машины перестали котироваться в Европе, только европейские автомобили. В итоге мы все-таки нашли автомобиль, который может нам привезти сюда кроликов. И вот он окольными путями у нас через Белоруссию, кругом прошел, приехало. Слава богу, все кролики доехали целыми, живыми. И уже потом по вот этой накатанной, накатанному маршруту мы уже спокойно завозили всех остальных кроликов. Это уже пятое поколение. То есть мы обновляем довольно-таки регулярно обновление, производим поголовье, с которого уже дальше возобновляем маточное поголовье. То есть просто есть свои селекционные аббревиатуры. То есть мы завозим не родителей, как это понятно, мы завозим прародителей. То есть они звучат бабушка и дедушка, но это не говоря о том, что они старые. Мы завозим молодых, они идут в аббревиатуре как GP, это Grandparents, бабушка и дедушка. Вот с них мы получаем, когда первые роды происходят, мы получаем PS, это Parents Stock, родительское стадо. И вот это родительское стадо как раз-таки вот здесь вот и находится. А Parents Stock, в свою очередь, производит нам, у нас селекцию вида MS, это Mid Stock, это мясное стадо. И вот с этого мясного стада мы наполняем откормочник, и уже как только они достигают своего убойного возраста, мы отправляем их на убой. То есть это вот такой вот сложный процесс производства, кропотливый, требует очень такой скрупулезной работы по отслеживанию, по селекции и по всему остальному. У нас французский гибрид Hikol достаточно себя хорошо зарекомендовал. Их всего гибридов в Европе насчитывается 4 сейчас, насколько я знаю, потому что еще появляются различные, ныне пробированные. Но те, которые уже проходили, с которыми уже работали люди, то есть говорят, что они все три неплохие. Просто мы уже начали, и я обучение проходил на фабриках компании Hikol в Европе, на фермах, и там получил опыт, и поэтому остался верен этой породе, с которой научился работать. Нашел к ним подход, и вот сейчас мы имеем общее количество поголовья. То есть считается, нельзя точно почитать, потому что ежедневно уходит на забой, ежедневно идет какая-то сортировка кроликов. Но численность где-то у нас, общая численность поголовья в районе 36 тысяч голов. Это с учетом вот маленьких, которые у нас сидят сейчас еще пока под самкой. Это быстро и восстанавливаясь после родов, потому что специфика к промышленному кролиководству. Мы вот эти самки будут накрываться через неделю. То есть под ними еще будут крольчата, а мы их уже будем накрывать. То есть они и кормят, и уже будут носить новые потомства. И у них на отдых всего неделя-10 дней. То есть получается, после того, как мы отсаживаем от них, вот эта группа отсаживается на следующей неделе. Как только они отсаживаются, у них всего неделя, через неделю они опять рожают. То есть у них цикл очень такой сильный. Быстрая восстанавливаемость после родов – это во-первых. Во-вторых, это высокая молочность. У них отличие еще от наших адаптированных, под наше производство кроликов. Всем известно, как белый великан, калифорнийская порода. У этой породы насчитывается 10, бывает иногда и 11 сосков. То есть они под собой могут сохранить 10 крольчат. Но это не все самки, естественно, они там 8-9, но это повышает количество отсаженных из-под самки крольчат. И это увеличивает просто производственные показатели. У этой породы выраженное очень раннее взросление. То есть они очень рано становятся готовыми к воспроизводству. То есть это тоже немаловажно по такой порядке. И они очень быстро после восстановления готовы опять принимать на себя нагрузку и вынашивать новые плоды. Поэтому вот эти все вместе, когда складываются, в итоге получаются высокие производственные показатели, которые как раз-таки и необходимы. Мясо кролика мы забиваем 77 дней. У кролика еще в этот момент, то есть у них где-то 90 дней начинается половое созревание. Они достаточно очень быстро растут. И у них вот незаметно, они прямо набирают вес. И поэтому вот этот вот критерий 77 дней, это тот период, когда еще кролики не осознали и не прошли половое созревание. У них нет ни гормона в крови, ничего. Мясо нежнейшее, очень быстро готовится, без специфического запаха. То есть его спокойно можно, и его рекомендуют всем, кто страдает аллергией, либо не восприимчиваются к какому-то мясу. То есть это мясо достаточно, ну оно, если так, в широком смысле слова, то есть оно является заменителем любых аллергичных продуктов. Мясо, то есть можно спокойно его использовать, оно не обладает никаким специфическим запахом, то есть от него ничем не пахнет, оно очень вкусное в приготовлении. Потом мы продаем не только в тушке, да, как это привычно, то есть мы продаем его в разделке. Можно купить, начиная там от окорочка до фарша, готовить котлеты в тефтеле, запекать, тушить, даже шашлык делаем. Ну то есть все, что только можно. Сейчас можно купить в наших локальных сетях Тесей, Донские традиции. Вот буквально вот-вот начнутся поставки в магнит, в гипермаркеты семейные, потому что вот ждем со дня на день уже должны поступать, начать заказы. Мы и до этого работали с сетями, с магнитом, с магнитом, с лентой, со всеми, но работали не напрямую. Но сейчас вот мы заключаем прямые контракты и уже вот-вот должны начать поставки во все сети. Мы начали заключать договор с одним из наших гипермаркетов с конца апреля и вот по настоящий момент, вот сейчас у нас конец сентября, в следующей неделе октябрь начинается. До сих пор еще пока ни одной поставки не сделали. Все это время мы готовили документы, согласовывали, передавали, проверяли, заключали различные договора со сторонними компаниями, которые обеспечивают там электронный документ оборот. Вот это все вот длилось, то есть мы ни на день не прострачивали никакую информацию. Вот как только нам поступал запрос, мы моментально его готовили, отправляли им. Но вот до сих пор, представьте, это почти уже полгода, да, но вот со всеми федеральными сетями, с кем мы заключаемся, у всех такая вот тенденция. А когда мы заключали европейский контракт, если исключить согласование документов по таможенному союзу, то я его заключил за три недели. Это с переводом, с согласованием, с заведением в Россельхознадзор и везде, везде, везде. А вот с нашими федеральными сетями получается дольше, чем хотелось бы. Я думал, что это займет, может быть, месяца полтора максимума, а вот в итоге полгода практически. Наша марка, я не знаю, насколько она сильно прямо сейчас известна в сетях, может, да, но называется «Вкусный кролик». Мы стараемся сейчас ее выложить практически во всех торговых сетях, чтобы о нас узнали как можно более широко. То есть сейчас можно спокойно заказывать ее на зоне, на зоне она у нас представлена. Это те регионы, в которые мы не можем пока поставлять, хотя на самом деле, насколько я знаю, через наших дистрибьюторов, которые работают у нас по всему югу России, поставки ведутся и в Крым, и в Сочи. Мы являемся поставщиками во многие санатории, во многие гостиничные комплексы, которые находятся у нас на побережье. Знаю, поставки осуществляются и в Москву, и в Питер, то есть довольно-таки широко. Но не везде у нас под нашим именем она выходит, то есть некоторые выходят под обезличенный продукт. Но в итоге, то есть наш продукт присутствует практически по всей России. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с общей обстановкой, которая сейчас у нас в стране, да. Но вот как раз с апреля, с конца апреля месяца, наверное, ну, с середины там, вот, как-то мы почувствовали очень сильно падение спроса. Я хочу сказать, что это не только относится к ролиководству. Я знаю, я общаюсь со многими производителями других продуктов питания, это тоже их затронуло. Причем по многим позициям, там, вот, знаю, перепелка очень сильно просела, и говядина чувствует на себе падение спроса. То есть, видимо, все-таки любой стресс, любой стресс в стране, который происходит, да, то есть люди на какое-то время затаиваются, пока нет привыкания к ситуации. То есть, когда только наступает общее какое-то успокоение, там, да, вот, начинает восстанавливаться медленно, но восстанавливаться спрос. Сейчас, вроде бы как, вот так, по ощущению, есть такое восстановление спроса. Будем надеяться, что это стабильное.